Привет-привет! И снова с вами выпуск студенческих новостей от команды Универ Ньюс. Устраивайся поудобнее и смотри подборку самых ярких и свежих событий, о которых расскажу вам я, Алена Людвейкина. Смотри сегодня. Держись крепче за свой студенческий. На пороге новый учебный год. Что находится на обратной стороне Луны? Выясняет Казанский федеральный. Нас не проведешь. Казанский университет учит финансовой грамотности. Казанский федеральный университет завершает подготовку к новому учебному году. Что же теперь ожидает студентов? Ответ узнаешь в нашем следующем сюжете. 29 августа в информационном агентстве Татаринформ состоялась пресс-конференция. На которой журналистам приподняли завесу тайны о завершении подготовки КФУ к новому учебному году. Перед представителями СМИ выступил ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Он отметил, что в этом году звания первокурсник КФУ будут носить свыше 11 тысяч студентов. Мы достаточно успешно провели приемную кампанию, что является для нас основным показателем, как и для любого высшего учебного заведения, и по качеству, и по количеству. Хочу сказать, что общий конкурс был более 15 человек на одно место. Так я хочу сказать, что на бюджетную форму обучения поступило 3639 человек. Из них на очную форму обучения зачислено 2758 и на заочную 881 человек. Стоит отметить, что более 30 тысяч студентов вернулись в стены Альма-Матер. Ведь новый учебный год уже на пороге. В этом году всех их будут ждать не только повышенные стипендии, новые образовательные программы, но и благоустроенные общежития. Среди всех поступившихся в этом году должен отметить, что очень много иногородних. Поэтому количество мест в общежитии у нас на сегодняшний день уже ограничено. И мы места, которые были заняты как места общего пользования, сегодня переводим под спальные комнаты. Не оставили без внимания и ремонт здания высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального. Приложены все усилия для того, чтобы будущие журналисты владели не только теорией, но и необходимой практикой. В самом здании, где находится высшая школа журналистики, ведутся достаточно масштабные работы. Там будут сформированы отдельные комнаты, лаборатории, комнаты. Значит, будет сделана достаточно большая аудитория, и передается под проведение шоу-программ, ток-шоу-программ со студентами. И студенты сами будут готовить отдельные оборудования, под монтажные оборудования, под монтажные лаборатории. Новые объекты КФУ не прошли мимо неусыпного взгляда журналистов. Как известно, университетская клиника «Казань» и военный госпиталь уже переживают большие изменения. Работа над ними продолжится и в новом учебном году. Можно с уверенностью сказать, что КФУ строит самые амбициозные планы и, конечно же, воплощает задуманное в жизнь. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз. Что интересного рассказывает нам Всемирная Паутина сегодня? Давайте узнаем в нашей традиционной рубрике «Веб-ньюз». Казанский федеральный университет – лидер среди федеральных вузов по итогам приемной кампании. Средний балл среди зачисленных в КФУ достиг 78. Ученые КФУ разработали диагностическую панель для оценки состояния кишечника. Их исследования направлены на индивидуальное лечение при гастритах, язвах и раке желудка. В столичной ратуши проходит выставка коллекционной открытки. 24 автора из Казани, Зеленодольска, Набережных, Челнов и Альметьевска представили на суд зрителей около 100 оригинальных картин-открыток. В Казани проходит творческий фестиваль «Шомбайфест-2016». В рамках фестиваля организованы мастер-классы по актерскому мастерству и показы спектаклей театров «Кукол России» и ближнего зарубежья. В Казани разыграли Кубок Президента Федерации волейбола Татарстана. В финале среди сельских команд победили волейболисты Сабинского района, а среди промышленных предприятий лидировала команда ООО «Газпром» «Трансгаз Казань». Роботов Татарстана отправят на спасение людей, помощь режиссерам и педагогам. В скором времени роботы заменят людей во многих сферах жизни и станут такой же ее неотъемлемой частью, как гаджеты. 30 августа в День Республики казанцам обещают особенно красочное зрелище. Смотреть за салютом будет лучше всего с двух площадок – Кремлевской набережной и у центра семьи Казан. В Казани поставили памятник сантехнику. Открытие скульптуры было приурочено к подведению итогов профессионального конкурса «Лучший сантехник-2016». КФУ поддерживает тех, кто стремится к звездным высотам и даже выше. Школьники, студенты и аспиранты заглянули на обратную сторону Луны в рамках Молодежной школы по астрономии, прошедшей в Институте физики. Молодежная школа по астрономии с участием школьников, студентов и аспирантов из России и стран СНГ собрала тех, кому интересен необъятный космос. Лучшие ученые представили ребятам актуальные проблемы науки, новейшие достижения и перспективы астрономии. Эта школа проводится в рамках симпозиума по исследованию Луны. И задача в основном показать школьникам, в основном это школьники из Казани и Татарстана, которые могли бы увидеть современные результаты изучения Луны, перспективы изучения Луны и планет, и узнали новые для себя, открыли, могли бы пообщаться, конечно, с известными учеными, получили какую-то для себя новую информацию. Конечно, нужно создавать среду, в которой формировались бы вот такие взгляды молодых людей, которые прививало бы им стремление к движению вперед. Слушатели очень заинтересовали доклады о достижениях КФУ в освоении ближнего и дальнего космоса. Был освещен широкий круг проблем, которыми занимаются в астрономических лабораториях Казанского федерального университета. Есть проблемы темной материи, темной энергии, то есть это субстанции во Вселенной, которые нам пока, их природой их неизвестно. И вот исследуя далекие объекты массивные, как скопление галактик, совместно с рентгеновскими обсерваториями, мы в ближайшей перспективе будем работать в этом направлении. Ну и, наверное, этим студентам, участиям в школах это будет интересно. И, конечно, мы хотим этим тоже привлечь их к нам в Казанский федеральный университет. Ксюша Цзен, Ленардо Валерьяров, Универньюз. К сожалению, в наши дни есть много людей, которые хотят зарабатывать состояние на обычных гражданах. Чтобы предотвратить подобные случаи по всему миру, действуют программы по повышению финансовой грамотности населения. Центром подобной программы в Татарстане стал Казанский федеральный университет. Ускорение темпов развития экономики и появление все новых финансовых инструментов иногда приводит людей в замешательство. Гражданам становится все сложнее ориентироваться в новых условиях. Поэтому по всему миру сейчас реализуется программа повышения финансовой грамотности. Татарстан стал одним из десяти пилотных регионов этого проекта в России. А базовой организацией – Казанский федеральный университет. Это совместная работа Института непрерывного образования с Институтом управления экономики и финансов КФУ. На базе КФУ создано четыре центра. Это уникальный случай. Обычно в других регионах этим занимаются различные организации. В нашей республике было принято решение все сконцентрировать на базе Казанского университета. В рамках программы были созданы региональные методические центры по работе со взрослым населением, школьниками и учителями, а также центр по работе со студентами и преподавателями вузов. Кроме того, в рамках поддержки инициатив студентов на базе университета также создан центр студенческих инициатив в области повышения финансовой грамотности. Программа была официально принята на прошлой неделе. В ее рамках сейчас создается Центр финансовой грамотности Республики Татарстан. Диана Вакян, Универ Ньюс. На этом у меня все. Пусть последние летние дни будут заряжены улыбками и хорошим настроением. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин